Ассалам алейкум! В эфире телеканала ННТ новости Дагестана, в студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Кровавый урок в сельской школе. Ученица 9 класса Мугинской средней школы разобралась с одноклассницей с помощью ножа. Внимание, грипп! Порог заболеваемости ОРВИ в республике превысил 9% от сезонной нормы. Награда памяти великого поэта. В Дагестане учреждена медаль имени Расула Гамзатова. Весна Лондон UFC. Дагестанский боец Мухаммад Макаев узнал имя следующего соперника. В Махачкале в результате наезда автомобиля погиб 84-летний пешеход. Накануне вечером на 805-м километре автодороги Кавказ в Махачкале 59-летний житель Избирбаша, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на жителя Чародинского района, переходившего дорожную часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте. Поножовщина в школе селения Муги Акушинского района. Ученица 9-го класса принесла с собой нож и во время урока нанесла 7 колото-режущих ударов своей одноклассницы. Причина конфликта пока неизвестна. На данный момент следователи выясняют все причины произошедшего. По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством школы организована проверка. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Республике Дагестан. Осторожно, грипп! Как сообщает региональный Роспотребнадзор, эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Дагестане превышает 9% от сезонной нормы. Наибольшее количество гриппующих наблюдается в Буйнакске, Избирбаши и Каспийске. За минувшую неделю зарегистрировано почти 6000 диагнозов простудных инфекций. На пляжах Дагестанского побережья вновь обнаружены туши мертвых тюленей. Их примерное количество несколько десятков, сообщают региональные сайты. Это животное является краснокнижным исчезающим видом. Напомним, что в конце прошлого года на Каспийском берегу было обнаружено более 2500 особей. Их утилизация вызвала определенные проблемы в регионе. Дагестан Стат назвал самые подорожавшие с начала года продукты. Сильное повышение цен распространилось на огурцы, помидоры и репчатый лук. Почти на 12%. Незначительные удорожания за первую неделю января зафиксированы на говядину. В среднем 440 рублей за килограмм. На подсолнечное масло 136 рублей за литр. И на муку 56 рублей за килограмм. А вот капуста, картофель, свекла и яблоки стали дешевле на 3%. И к другим новостям. Кадровые перестановки в структуре правительства республики привели и к переменам в Новолагском районе. После того, как бывший глава муниципалитета Магомед Гаджи Айдиев перешел в управление по вопросам переселения лакского населения, на его должность исполняющим обязанности назначен Сулейман Рамазанов. Рамазанов до этого был главой райцентра Новолагская и по совместительству первым замом главы администрации. Каспийск без света, но не без добрых людей. Питьевую воду и наборы продуктов первой необходимости раздали людям, оставшимся на время без электричества из-за аварии на подстанции. К акции местного духовенства и благотворительного фонда «Инсан» присоединились активисты движения «Молодежь Каспийска» и представители власти. В связи с тем, что задерживаются восстановительные работы у электроподстанции, мы решили запустить «Горячую линию» совместно с благотворительным фондом «Инсан» и общественной организацией «Молодежь города Каспийска». Мы хотим организовать раздачу бутилированной питьевой воды и также наборы продуктов первой необходимости. Вы можете звонить на номер «Горячей линии» за оказание помощи, а также при желании можете сами оказать помощь. Первым, кто откликнулся на нашу акцию, это наш брат, неравнодушный человек, который всегда поддерживает нас и наших горожан. Председатель городского собрания депутата Абдулла Хеджавата взял на себя целый газель бутилированной воды. Хочу выразить огромную благодарность ему и пожелать здоровья и долгих лет жизни всем нашим братьям, которые поддерживают, помогают в нужную минуту для наших горожан, оказываются всегда рядом. В продолжении темы. Пришли на помощь, даже когда не ждали. Сотрудники Кизелюртовского отдела полиции решили собрать продуктовые наборы и товары первой необходимости, чтобы передать их малоимущим и многодетным семьям, не оставив в стороне и инвалидов, которые зачастую не могут передвигаться сами. В каждой семье правоохранителей встречались с радушием и благодарили за оказанную помощь. В Дагестане учреждена медаль Расула Гамзатова. Награждаться ею будут выдающиеся представители республики в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы. Решение об этом было объявлено на заседании Оргкомитетов по празднованиям юбилеев Расула Гамзатова и Фазуалиевой в правительстве республики. Представители муфтиятов встретились с воспитанниками спортшколы имени Гамида Гамидова. В беседе с борцами-вольниками, в числе которых был двукратный олимпийский чемпион Абдурашид Садулаев, говорили о вреде наркотиков. Богословы Хусейн Гаджиев и Саид Тимигишиев призвали спортсменов не оставаться равнодушными и благодаря своему авторитету и влиянию на молодежь стараться оградить ее от интереса к порочному образу жизни. Встречи сотрудников муфтията со спортсменами проводятся на регулярной основе. Наша задача не забывать то, что было до этого и всегда стараться от этого плохого сохраниться. От этого как можно сохраниться? В первую очередь сохранить себя, получать определенные знания, держать возле себя хороших праведных друзей. Как вы? Занять себя чем-то полезным и других тоже призывать к этому. Когда видим что-то плохое, надо аккуратно подойти, тем более вы спортсмены. Любого человека из вас слово, оно все равно выше, чем простого другого парня. Так же это? Где вы учитесь, вы знаете, в школе, например, в университете или где-то. Аккуратно подойти, когда плохое видим, сказать, брат, это дело не дело, я тебя прошу. Любой может из нас понять, из этих людей. Мухаммад Макаев узнал имя следующего соперника в UFC. Свой четвертый поединок в лиге 22-летний дагестанец проведет 18 марта в Лондоне. Его соперником станет 29-летний бразилец Джарел Фильо. Непобежденный Макаев одержал в профессионалах 9 побед, 3 из них в американском промоушене. В крайнем бою он болевым приемом на руку одолел канадца Малкольма Гордона. Поединок прошел в октябре в Абу-Даби. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!